Приветище! Это симулятор переработки мусора и я... Здравствуйте, мадам! Я в ожидании Матвейки. Моего нового сотрудника, у которого тачка за 800 баксов и который уехал на сделку, чтобы привезти мне деньги и мусор. В общем, ты понимаешь, да, я на нервиках прямо. Он, короче, уже, я не знаю, часа четыре игровых куда-то уехал и не возвращается. В комментах пишут, что он в шесть часов где-то там шляется. В общем, у меня уже нервы сдают, поэтому надо чем-то заняться, а именно съездить и это... Что-нибудь пособирать, повскрывать, а выбор-то какой-то и невеликий, слушай. Однотипные какие-то задания, из-за исключения вот этой стенки, все остальное одинаковое. Прям печаль какая-то. Глянем, что по контрактам, а именно по дереву. Мы же научились теперь новые материалы делать. И вот, 24 такие штучки мы можем продать за 580. Ну-ка, давай-давай-давай-давай, к сделочке, к сделочке. Как насчет, как насчет 800? Сторговался до 750. Мне кажется, отличная цена. Договор, все сделаем. Набрал целую кучу заказов. Мы едем. А моего Матвейчика с машиной до сих пор еще нет. Уже, блин, полдня прошло. Я его утром, в 9 утра вообще-то отправил. А сейчас 6, больше 6 часов уже прошло. Что-то каким-то криминалом попахивает. Ну вот, я и закончил. Так загружен мой грузовик еще никогда не был. У меня даже мусор с него вываливается, блин. Еду скорее домой, чтобы посмотреть, приехал ли Матвейчик. Как за сына родного переживаю, блин, только криминального. Матвей, Матвей. Фух, ты приехал, красавчик. Что у тебя там? Что там? А что пустой? Что ты на меня такими своими копейшными глазеньками смотришь? Допрос! Где мусор? Ты что, его на конкурентную контору сбагрил, что ли? По идее, если он сюда скинул его, мусор, он его сюда скинуть мог же, правильно? Сейчас мы это проверим. Сейчас проверим. Я иду сортировать. Да, мусор есть. Значит, он его сюда сам притащил и скинул, скорее всего. Тогда, ладно, зря на него наорал. Но если вдруг бы чего, у меня документы его есть. Я же его на работу устраивал, как бы, поэтому я его... А если бы документы были поддельными, как бы я его тогда нашел? Фух, отсортировали. Пойдет. Ребята, вот этот вот, 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 все. Давайте как-нибудь сами. Ага. Я вам чуточку помогу. Так, ладно, я пошел спать вообще. Пошел спать. А, знаешь, что еще хотел проверить? Вот здесь вот, что мне мои посетители натоскали. 9 килограмм, 13 килограмм. Ну, не так и сильно-то все забито, поэтому, ладно, пока выгружать не буду. Так, оставлю. Все, я дрыхонький, спатенький. Надеюсь, без меня вы тут справитесь. День 12. Контракты на 1350. Я в плюсе, очень хорошо. В комментариях мне писали, что прочее, когда вот тут появляется, это значит не штрафы, а я потратил бабки на что-то. Например, тачку купил или там вот сборщик мусора я поставил. Так что к штрафам прочее вообще никак не имеет отношения. Можно расслабиться. Ну что, ребят, ну что, ну что, ну что, вы еще разгружаете? Что, так много мусора было, да? Ну, вы даете. Пойду возьму заказ, чтобы мой Матвейка без дела-то не стоял. А то что это? Я ему зарплату все-таки плачу. Матвейка! Я тут договорился, очень выгодная сделочка. Так что ты на выезд. Давай вперед. И с богом. Иди. Так, а если я вот тут вот встану, прям посреди дороги, он сквозь меня проедет или как, или что? Матвейка. А-а-а! Ты меня сбил! Ты своего шефа, еще и он чувака сбил, прокатил на своем капоте. Ужас, кто ему права выдавал вообще? Пацаны, вы все равно без дела стоите. Помогите мне коробки дотащить. А то мне рохлю катить сюда лень. Самое главное для нас сейчас это древесина. Поскольку у нас новенький контракт по древесным плитам. Жалко, конечно, что... О, а там штампуются, кстати, штампуются все. А я думал, эта фигня не работает. Не сделали анимацию, а оказывается сделали. А у меня вот тут вот еще палета с опилками лежит. Я могу как-то вот тут затолкать сюда? О! Могу! Здорово! Я тогда сейчас это все сюда перекидаю. Запикиваем по полной! Все, штампуйте нам. Конечно, плитки все равно мало. Зря я в прошлый раз продал ее. Надо еще... Опа! Доминошечка упала. Надо, короче, еще куда-нибудь за древесиной сгонять. Я приехал! За древесиной ездил, а вы, дундуки, мне даже не сказали, что вы не сортировали ничего с прошлой поездки. Ах, так, ты нет, ты не будешь сортировать, ты вот давай сортируй. Ты пошустрее должен быть. А ты давай разгружай, вперед, вперед, вперед. А я-то думаю, что у меня так мало материалов. Конечно, я же не отсортировал еще прошлый. О, 12. О, 18 древесин. Ничего себе. Так, а Матвейка-то, Матвейка, что, Матвейка еще не приехал. Скочина опять где-то шляется. Так, я не понял. Почему вы вдвоем разгружаете, а? Вот ты, вот, вот, да не ты, ты иди разгружай, вот ты, иди сортируй. Че ты, блин, тут встал? Давай шустрее, я тебе помогу, ё-моё. Че ты такой долгий-то? Все приходится самому делать, если хочешь сделать все по-хорошему. Эх, реалитетную тумбу, смотри, какую нашел. Целехонькая, не покоцнута, ничего, но вьё. При царе, наверное, делалось. Но, в любом случае, пережег. Опа. Опа, аньки, а че у нас тут произошло, ребят? Ребят, а че у нас? Во, пошло, давай, толкай своими ножками. Ты иди перерабатывай. Сортируй все это дело. Че, уже все? Так быстро? Мне почему вас всегда приходится пинать? Босс, я все отсортировал, там уже нет. Ну, вот молочек, ладно. В платьюшке мадемуазель несет стеклянную колбочку. Химик, наверное. Пацаны, вы че, сдурели что ли? Как вы столько всего перетаскали? Тут 81 килограмм дерева, 86 килограмм бумаги. Вот это я им привез. Матвейка! Матвей! Я как батя, который кричит с окна. Сынок, а ну домой, быстро марш. А сынок все не хочет возвращаться. Ну, вроде бы все коробки перетащил. Все перерабатывается. Посмотрим, сколько мусора по итогу у меня спрессуется. Матвейч! О, едет, едет, едет! О, сколько радости-то у меня. Че там, привез что-нибудь? Ну-ка, давай, показывай. Открывай, открывай, открывай. Идет такой крутыш. О, да ты ничего себе! И сам разгрузишь. Ладно, я тебе помогу, сынок. Эээ, надо завязывать сынком. А то как-то стрёмно звучит. Лови мешок! А ты че, прозрачный? Странно. Я через него пройти не могу, а мешок может. Такой себе сотрудник. Ну все, ты красавчик. Почет, уважение, зарплату получишь в 12 ночи. Учитесь, ребята! Вот дорастете до него, я вам тоже оранжевенькие комбезики выдам. Че у меня тут по мусору? О, завал! Реально помойка. Ну вот и все, она сегодня закончена. Я обалдел, сколько у меня мусора оказалось, сколько всего я переработал. Почти 80% склада забито. Вот этот пятачок остался, как бы, и все. Пойдем контракт издавать. Самое мое любимое дело. Принимайте ваши заказы. Восьмой уровень. Новая область. Еще одна новая область. И анализ рынка стал доступен. Но вот эта шняга, понятное дело, нужно будет до нее докачаться еще. Дальше. Вот это продаем. 850 древесные пластины продал. Вообще хорошо. Денег поднял немеренно просто. Ну че? У меня 3200 в кармане. А это говорит нам о чем? О том, что мы можем себе позволить новое оборудование. В этот раз я куплю подешевле пресс-бумагу за 2200, чтобы у меня сколько-то денег еще осталось. И мы пойдем расширим фабрику. Зона машин. Нет, зона машин мне неинтересна. Хранение. Вот зону хранения я бы прокачал. Хотя и для машин у меня там места маловато. Я тиснюсь. Ладно, давай в начале зону машин. Все поэтапно. Покупаем. Девятый уровень. Нести больше двух мешков. Новые мешки появились. Плюс еще один сборщик мусора. И робот-уборщик что ли? Ну сборщик мусора, понятно. Но скорее всего, чтобы его нанять, нужна будет еще одна машина. Да, за 800 баксов. У меня денег этих пока что нет. Обидно. А что за робот-то? Где мне робота можно купить? В магазине что ли? Оборудование. Требуемый уровень хранения на заводе 2. То есть, если бы я сейчас склад улучшил, то я бы смог себе робота-помощника купить. Но, увы, пока что я до него не дорос. О, о, ничего себе. Навыки переговоров у меня открылись. За 300. Можно купить либо мешок за 1250. Давай, короче, купим навыки для переговоров. Купить. Это позволит мне лучше торговаться. И со своими 134 долларов я уверен, что завтра смогу выкрутиться. Мне еще зарплату же платить надо. Мне главное, чтобы на зарплаты хватило. И станок сейчас нужно поставить. А, еще же мы завод. О, мы же завод расширили. Теперь, офигеть, сколько места здесь. Ну что? Ну что, ну что? Значит, вот это у нас вот сюда переезжает. Бумага. У нас теперь есть возможность бумагу во что-то ценное перерабатывать. Поэтому она у нас будет здесь стоять. Шлеп. И давайте теперь посмотрим, что за пресс второго уровня нам прислали. Скорее всего, бумажные рулоны мы сможем теперь произведить. Судя по цистернам, которые там есть. О, цистерн. Ну да, да, да. Вон там целлюлозы. Короче, скорее всего, у нас появятся. Ну-ка. Бумажные рулоны. Действительно. Ну все. Станки вроде расставил. Пойду дрыхнуть. День тринадцатый. По контрактам две семьсот заработал. По сделкам потратил двести девяносто. По счетам сто семьдесят три. Заработная плата сто двенадцать. Очень даже, кстати, гуманно. По кредитам. Когда я уже эти кредиты перестану платить? Ну и прочее. Это мы купили машину для пресса бумаги. Повысили свой навык переговора. Что-то там еще прикупили. Добренькое утречко, ребятишечки. Минус триста двенадцать долларов. Ай-яй-яй. Пойду на рынок, короче. Что-нибудь сейчас продам, наверное. Или что у меня? Двадцать семь. Пластика, бумага. Вот бумагу можно по контракту кого-нибудь загнать. И стеклянная пыль есть. Кстати, насчет бумаги. Если мы ее переработаем в рулоны. Есть у нас что-нибудь рулоновое? Кому-нибудь рулоны? Вот. Тридцать рулонов надо. Новая компания. Появилась Renew Materials. Она бумагу принимает и дерево. Смотрю на этот контракт, но мне не хватит материала. Поэтому мы идем в сделку сюда. За косарик я бы вам отдал. Нет, давай за тысячу пятьсот мы сразу загоним ему. Тысяча, договорились. Ништяк. Вот это добро. Пошли, короче, закидывать бумагу в нашу производственную машинку. Рохля, для тебя есть работа. Где у нас бумага? Вот. Прямо здесь бумага-то и стоит. Покатили вот это все добро. Переработки. В прессовальню. Блин, тут не проехать, не подъехать. Неудобно я, конечно, сделал, но ладно. Я сейчас через верх. Во! Надо посмотреть, как там вообще это все дело производится. Просто там крутится и все. Анимация огонь. Ролики, ролики, рулеты, выкручок. Рулонов бумажных у нас дофига. Можно контракт закрывать и на эти деньги что-нибудь прикупить. Держите ваши рулоны. Бабки в кармане. Берем какую-нибудь сделку на бумагу. О, я сюда и сам бы съездил. Какое-то новое место. Поторгуемся, чувачок? У меня новый навык, между прочим. Давай за сотку. Посмотрим, как я обучился. Хорошо или плохо? 165. Не, 165 давай за 130. Договорились. Нормально я скинул. Прямо-таки 50 баксов сэкономил. Хорош. Хорош. Вот, древесину. Туда поедет мой чувачок. На эту древесину. 144 он хочет. Давай за 90. 50 баксов скидывай. Сразу же. Нормалды. Все, поехали отправлять Матвейчика. Нашего трудоголика. Работягу. Училка принесла что-то там. Бумагу какую-то. Да, бумагу притащила. Этикетку от Сникерса, наверное. Ну что, ты готов работать, Матвейка? Давай, едь вот сюда. А я на новую базу поеду. Посмотри, что там. До кого там. Прошвырнусь. А то все тут, да тут. А, так это стройка. Я же был на ней, да? Блин. Или нет? Тут стройка побольше. Намного побольше. Другое здание немного. Ну, пойдем поглядим, что там внутри. Вижу уже, что можно тут взломать. Давай сделаем это. Мастер-изломчик тут как тут. Все раскурочу, все взломаю. Что тут? Десять килограмм. Плюс двести в карман кладу. Столько материала тут. Я бы, конечно, если бы Рухоль с собой возил, я бы это все спер. Хотя, как это спер? Я деньги заплатил, чтобы сюда приехать и пособирать мусор. Так что, считай, купил, вообще-то. Офигенно большое здание. Тут запаришься бегать по первому этажу. А тут же еще есть и второй, вообще-то. И вот сейчас мы, наверное, будем подниматься туда. Можно через окошко выпрыгнуть, если что. Очень удобно. Пойдем поглядим, что на втором этаже. О-о-о. Знаешь, мне кажется, вот это здание шикарно бы подошло под карту Counter-Strike. Я думаю, что на этой карте общий объем мусора где-то под 100 килограмм. Во-первых, потому что площадь огромная и мусора реально дофига. С балкончиков. Это я, короче, тут уже все пораскидал. Оттуда скидывал, оттуда скидывал. Мне лень спускаться и тащить весь этот мусор в тачку. Потом спущусь и все, закидаю в кузов. Пойдем на крышу. На крышу третьего недостроенного этажа. А тут, собственно, как бы и ничего. Как-то голенько и пусто. Вообще пусто. Можно прыгать отсюда. Сальтуха стоя. Если кто не понял, сальтуха стоя, это солдатиком вниз, короче. Ну все, вроде бы тут закончил. Где-то чуть-чуть бумажки не нашел. Да и фиг с ней. Я здесь огромную кучу времени провозился. Так что домой. Ребята. Ну что, ребят, давайте. О, и Матвей приехал. Что там, сколько мешков приволок. Ну нормально, нормально. Мы с ним вместе пригнали. Здесь еще тоже надо разгребать. О, капец. Капец, капец, капец. Ну, на сегодня вроде закончил. Бегу смотреть контракты, которые я сейчас могу сразу же закрыть. Я же смотрел сегодня на этот контракт уже и думал, блин, классно было бы его сделать. А я его сейчас и сделаю. Только не за 1300, а давай за 2. Что ты скажешь на эту цену? Она такая красивенькая. Не, не серьезно. 1700. Я же мастер переговоров. Так что давай 1000. О, договорились на 1700. Пойдет договор. И сразу же сдаем его. 1700 в карманчике. Вот это бизнес. Вот это я понимаю. По древесным плитам могу, наверное, вот эти два контракта сразу закрыть. 36 и 36. Это что получается? У нас 72 же, правильно? А у меня сколько? Блин, одного не хватает. Ну, сейчас, 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 сейчас. Там что-то еще делалось. Может быть, и хватит как раз. Да-да, у меня тут его вообще завались. Вообще офигеть. Все. Бежим. Давайте болтать. Еле уболтал его. На 1310 договорились. Очень долго шли торги. И вот тут вот еще сделочку надо. Если я эту 1310 сразу поставлю. В принципе, цена такая же, как и в прошлом была. Поэтому он, наверное, сразу и согласится, да? Не, смотри, торгуются. Последняя его цена 1140. Вообще ни о чем. Ну, ладно. Возьмем. Так уж и быть. И сдаем. Почти 5000 у меня в кармане. И я могу позволить себе новые мешки за 1250. Но пока не буду. Потому что надо купить еще одного сборщика мусора. Джеред и Шаун. Броун. У Броуна, короче, 84 килограмма вместимость. Мне такие больше не нужны. Мне бы и хватило 47, наверное. Не, не, не. Давай лучше Броун, чтобы я на сделках сильно не акцентировался. Не высматривал, сколько там максимальный объем мусора. Поэтому Броуна берем и не паримся. Так. У нас теперь две машины, по идее, должно быть. Пойду посмотрю. О, да. У нас теперь две тачки и два сыночка. За которыми нужно бдеть. Пойду, короче, посплю. И будем завершать на сегодня. В общем, если тебе понравилось это играть. Ты хочешь увидеть, как дальше будет развиваться наш бизнес. То не забудь поставить лайк. Подписаться. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи. Поехали! Продолжение следует...